Приятно, что наши мужчины с таким удовольствием и так здорово предлагают нашу продукцию. Встречайте, друзья мои, чемпион, красавец, старший менеджер из Якутска Евгений Чагин. Всем доброго дня, дорогие друзья. Как меня видно, слышно? Вижу, что уже видно и слышно, да? Ну, для начала я представлюсь. Я Евгений Чагин. Я из города Якутск, из команды Натальи Тимофеевой. Кто я такой? Ну, для начала я расскажу, чем я занимался. Я спортсмен, больше 20 лет занимаюсь спортом. Имею в различных силовых видах спорта, в различных направлениях больше 25 медалей. Да? Вот. Также я работаю тренером и являюсь наставником в клубе Натальи Тимофеевой. Как я пришел в Арифлейм? Как-то мне раз Наталья предложила попробовать себя в качестве консультанта Арифлейм. На что я сказал, я и Арифлейм. Нет, это не мое. Вот. Так как у меня совершенно другое направление. Какой wellness. У меня есть спортпит и так далее, да? Наталья, она, видимо, очень упрямый человек, либо очень тонкий человек и знает, как меня было взять. Она мне сперва предложила коктейль, витамин, батончики. Пошло все дальше, дальше, дальше. Я за всю свою жизнь перепробовал большое-большое количество, там даже не десятки, наверное, а сотни килограмм различного спортивного питания, да, всяких протеиновых коктейлей и батончиков. И также всякие разные витамины, от которых я не понимал, вообще есть толк или нет. И тут вот накануне, как раз-таки, это было ближе к окончанию зимы, у нас намечались соревнования. И я решил пойти на некий такой риск. Да, я уже зарегистрировался, да, так как мне продукция понравилась, да, я стал консультантом, я приобретал для себя. Вот. И я решил все-таки рискнуть на такой эксперимент пойти, да, убрать полностью весь спортпит. И заменить его велнесом. На что я сперва, как бы мой организм немножко не понимал, что происходит, да, когда я употреблял коктейль, я испытывал какую-то тяжесть, нагрузку, да, значит, мой организм работает, мой организм пытается что-то там переварить, там, и так далее, да. И я обратил внимание на Наталью Тимофееву на тот момент, когда я тренировал, мы проходили такая некая программа, называется 8 недель ада. Это выбирается вес на штанге, вот для Натальи мы выбрали вес 25 килограмм. И за 8 недель мы дошли до результата 8 минут непрерывных приседаний, и с этим весом она достигла 170 повторений. Это человек не совсем подготовленный к спорту, да, это обычный человек. Я не понимал, в чем вообще ее секреты, что ли, ну, не может же быть такого, что женщина с такой нагрузкой бегает со временем на каблуках, какая-то суета, спит по 5-6 часов и такие результаты, да. А потом оказалось, секрет очень прост, шведский бьюти-комплекс. Коктейли, батончики, супы. Я пошел еще на больший эксперимент, я увеличил дозу витаминов бьюти-комплекса, и эффект не заставил долго ждать. В феврале прошли соревнования, среди ветеранов я стал абсолютным чемпионом по классическому жиму-лежу. Через месяц тут же я выиграл чемпионат по бодибилдингу Республики Саха Гран-при проходил, да. Причем все мои соперники, они были порядка на 20-15 лет моложе меня. Мой возраст на то время составлял 41 год. Вот видите, да, фотография. Я был, конечно, сам шокирован, потому что я раньше готовился к таким соревнованиями. Для меня это была какая-то сложность. Убираются углеводы, да, минимальное количество, эксперименты с водой и так далее. В данный момент я с водой даже не экспериментировал, я пил сколько, сколько хотел. Вот, я ел углеводы с утра и даже не заморачивался об этом, да. Я просто увеличил дозировку в коктейлях, который, как выяснилось потом, при дальнейшем глубоком изучении понижает сахар в крови, тем самым выжигая, да, жировую прослойку. Я увеличил батончики. И как раз проходила квалификация на Египет. Мне Наталья сказала, я поздравляю, сперва у тебя 6%, потом я поздравляю тебя, у тебя 9%. А я говорю, а что это такое? И тут же мне Наталья начала рассказывать уже о бизнесе, да. На тот момент я пока ничего не понимал, вот, но она сказала, есть квалификация на Египет. И сказала, ты должен вот стать 15%-никам, подтвердить это 4 раза, сделать столько-то кьюшек. Я говорю, что такое кьюшка? Что это за звери, с чем его едят? Так вот, когда я все приблизительно понял, я в первом же каталоге, когда зарегистрировался, я сделал 15%. И так до конца квалификации на Египет я шел 15% уровень, да. В один из каталогов я как-то даже, в принципе, не заставил никакой сложности, я продал 86 коробок батончиков. Опять-таки, кому? Это были все мои клиенты, с которыми я работал в зале. Все мои подписчики – это клиенты в моем зале. Практически все. Как я продвигаю wellness? Да это все просто. Видите меня, да? Я также на работе держу у себя коктейль. Вот. Одни из любимых моих протеиновых коктейлей на данный момент, да. Со мной всегда мои батончики, они со мной везде, они со мной в машине, они у меня дома, они у меня на работе. То есть, я их угощаю этими батончиками своих друзей и приятелей. Причем, всем очень много, всем понравились эти батончики, да. И когда я говорю, что это Арифлейм, у них округляются глаза, говорят, в смысле Арифлейм? Арифлейм – это же губная помада там и так далее, и так далее. После чего я начинаю объяснять, что это мега-компания с такими объемами, с такими продуктами и так далее. То есть, люди не понимают, что Арифлейм с таким ассортиментом продуктов, они привыкли там тушь, помада, румяна и все такое, да. В общем, я продвигаю велнос именно своим примером, именно с собой. Мое утро начинается как ритуал. Я не знаю, кто как продвигает велнос, я не знаю, кто как употребляет велнос. Я могу сказать одно, я просыпаюсь рано утром, кто-то выпивает водичку, да, кто-то что-то там делает. Я перед душем выпиваю порцию коктейля, причем порция коктейля из трех ложек, не из одной, так как мне нужно поддерживать мышечную ткань. Запиваю это все пэком, вернее пэк запиваю коктейлем, а после чего иду в душ, принимаю душ, привожу себя в порядок, съедаю. Нет, пью на молоке, на воде иногда, ну то есть как желание, да, у меня. Могу просто на воде выпить пустой коктейль, да, то есть если хорошая тренировка, могу пожиже, могу добавить туда банан. В общем, у кого на что, как бы, кто-го раз, да, может это делать. Так вот, после чего я сажусь через полчаса и съедаю грамм 200 гречки. Это обязательно, я не буду говорить, насколько гречка хороша, да, многие, наверное, об этом знают. Вот. После этого я выпиваю натуральный кофе сваренной курочки с двумя батончиками ловы. И после этого я вроде бы как заряженный, под настроение, я иду на тренировку и занимаюсь два часа. Два часа, тружусь в зале, таскаю сотни килограмм и съедаю на тренировке еще два батончика. После тренировки я выпиваю коктейли со спокойной душой и иду в сауну. То есть вот так вот у меня начинается утро. Ну, я не буду рассказывать о всем дне, да, как я употребляю в Велмос, да. Но после того, как я был на банкете директоров, гостям, да, я увидел масштаб компании. Что это вообще, что за компания это себя представляет. Я побывал на заводе в Ногинске, да. Я, мне удосужилось побывать в Красноярске на семинаре по приглашению Натальи Гришаевой, вот, где я проводил утреннюю зарядку. Я думаю, там сейчас нас слушают люди, которые там были и которым это все понравилось, да. Вот тут я видел вопрос, тут с пользом, да. Сколько пэка в день, да. Утром я выпиваю пэк, вечером я делаю сборку, то есть два бьюти-комплекса. Еще добавляю, в день у меня проходит где-то 6-8 капсул омега-3. Омега-3 это вообще бомба, да, то есть много омеги не бывает. И также я дополнительно съедаю минералы и витаминки, а также нашей компании. То есть, если так вот все посчитать, это 2,5 пакетика будет где-то действительно в день. Так вот, продолжу дальше, да, отвлеклись от темы немножко. В Красноярске, когда я побывал по приглашению Натальи Гришаевой, да, мне удосужилось послушать наших лидеров. Лидеров, как они продвигают вообще бизнес, да, именно. Я увидел Арифлейн как бизнес. Раньше я был любителем каждого продукта, да, то есть не только Велнос. Также мне понравились крема нашей компании, ароматы. У меня больше 20 ароматов туалетной воды, да. А также все сумочки, все аксессуары. У меня все прекрасно, это все, в общем-то, по душе. Но Арифлейн я увидел как бизнес. И сейчас даже вот хочу всем вам сказать, что я даже ушел пока приблизительно на месяц или два в отпуске своего любимого клуба, где я работаю, да, и не один год уже работаю, чтобы продвигать Арифлейн, чтобы именно работать в этом бизнесе, который мне очень нравится. И еще даже вот хочу сказать, я работаю очень давно без остановки, без отпуска, ну, трудоголик, да, есть такие люди, у которых есть такой порог трудоголизм. Так вот, за все это время я никогда никуда не съездил в отпуск. Здесь тоже, дорогие мои, можно быть трудоголиком, но ездите, путешествовать с компанией. Наша компания выводит нас на обучение во всякие разные страны, да, то есть организовывают такие мероприятия такого масштаба. Я такого масштаба, если честно, не видел никогда. А вот первый раз, первый раз я вообще в жизни выехал за границу. И такая организация, да, я вам скажу так, что... Даже сейчас попытаюсь сформулировать такой вопрос, да, вернее, ответ, или вообще сама тема, что... Так, как бы это более так понятно сформулировать. Я готов, готов работать в этой компании столько, сколько нужно будет работать, чтобы стать лидером. То есть, если я в спорте чего-то добился, почему я не могу здесь добиться, да, почему я не могу стать лидером, почему я не могу повести за собой людей. Тем более у нас такая проблема, да, что люди разучились за собой следить. Они, да, крема это супер, это все замечательно. Но, дорогие друзья, давайте задумаемся о здоровье. Мне пятый десяток, и я понимаю, как это здоровье важно. Особенно в нашей работе, когда мы мало спим, когда мы много рекрутируем, когда мы много разговариваем, когда мы много даем своей энергии людям. Употребляйте велнос и заводите людей. Как я продвигаю парфюм? Да очень просто, на себе. И я немножко даже пошучу, да, когда мне говорят, ну, мне вот этот парфюм не нравится. Я говорю, ребят, не забывайте мыться. И тогда все будет классно. И есть парфюм, который, да, конечно, он идет. Но есть парфюм, который добавляет в ваше здоровое тело к этому парфюму нотки. И тогда он будет супер. Ну, надеюсь, вкратце я вам рассказал о себе, да. И еще, дорогие мои друзья, вокруг вас очень много людей, к которым вы боитесь подойти. Очень много спортсменов, которые за здоровый образ жизни. Найдите этих людей. И вокруг вас соберутся энергичные люди, которые будут вести за собой других людей. Найдите их. Все спортсмены, все спортсмены думают о здоровье. А теперь я хочу вам пожелать удачи, новых званий. А прежде всего здоровье. Здоровье – это улыбка. А когда улыбка, вокруг вас всегда выйдет очень много людей. Спасибо. Огромное, Евгений, аплодисменты вам. Все сразу захотели заниматься спортом, все сразу захотели пойти в зал, поговорить со своим тренером, поняли, что нужно делать. Спасибо огромное Наталье Тимофеевой за то, что она таким образом привлекла Евгения сначала к тому, чтобы он продвигал велнес, а теперь и бизнес. Спасибо.